В документ закона проекта действительно было внесено более 60 поправок. Однако, по мнению членов Совета по науке при Министерстве науки и образования России, этого недостаточно. Положительные изменения есть, но текст и после второго чтения сырой и нуждается в доработке. На сайте Совета опубликован список поправок. Их можно будет внести, только вернув документ во второе чтение. По словам председателя Совета по науке Алексея Хохлова, в новом законе не прописаны полномочия и функции Агентства научных институтов РАН. С одной стороны, имуществом будет управлять агентство, но при этом руководить институтом будет Российская Академия Наук. В таком случае должен быть четко определен механизм принятия решений. Агентство является собственником, поэтому, ну, согласно общей концепции закона, так сказать, ну, скажем, назначение директоров осуществляется приказом по агентству. Но какие предварительные процедуры должны быть перед этим, и это нужно как-то прописать, или, по крайней мере, основы этого как-то прописать. Также, по мнению членов Совета, необходимо принять подзаконные акты, которые приостановили бы неразбериху в период реорганизации РАН, иначе это приостановит работу действующих научных групп. Дома в Новосибирске перестали строиться для молодых ученых, ну, просто потому что подрядчики не уверены в том, что Российская Академия Наук сможет выполнить свои финансовые обязательства. Но это только первая ласточка. Ну, какая же коммерческая компания будет что-то поставлять академического института, когда они не знают, что через месяц этот институт будет существовать или нет, и кто у него будет руководителем, и, так сказать, что там вообще произойдет, будет ли там директор еще через месяц, когда придет момент оплаты. Региональное отделение РАН, по мнению ученых, должно сохранить статус юридических лиц, в том числе право самостоятельно избирать своих глав. Что касается объединения РАН с Академиями медицинских наук и сельскохозяйственных наук, то члены Совета по науке уверены, это приведет к дисбалансу и понизит эффективность работы в каждой академии. Эти и другие поправки были озвучены на открытой трибуне. По словам председателя Государственной думы Сергея Нарышкина, встреча прошла в спокойной обстановке. По ее итогам, Комитету Госдумы по науке и наукоемким технологиям было поручено обобщить все высказанные предложения и, возможно, трансформировать их в поправки, которые могут быть рассмотрены палатой уже осенью. О возможности возвращения документа во второе чтение, подводя итоги весенней сессии, рассказал журналистом и вице-спикер Государственной думы Сергей Железняк. Также он развеял опасения, что реформа будет осуществляться только сверху. По словам вице-спикера, президент РАН Владимир Фортов будет играть в этом процессе ключевую роль. В период реформы именно президент Академии наук будет возглавлять этот процесс, и не только с точки зрения смыслового движения вперед, но в том числе и ответственности за происходимые изменения. Я не вижу здесь никакого конфликта интересов или момента, который может затормозить реформу. Наоборот, учитывая ее высокий авторитет в эпидемической среде, можно предположить, что это будет способствовать, наоборот, ускорению и большей эффективности. В свою очередь, министр образования и науки Дмитрий Ливанов заявил, что законопроект АРАН является рамочным документом и решает только узкий круг вопросов, не затрагивая реформирование самой науки. В дальнейшем будут разработаны подзаконные акты, регулирующие научную деятельность институтов.